Где в Ахе можно соприкоснуться с прошлым? Где узнать интересные факты об истории Сахалина? Где насладиться искусством? Ахинский краеведческий музей всегда рад своим посетителям. Более 20 лет возглавляла учреждение Алла Викторовна Сеськова. В музее ей знаком каждый уголок. Она, можно сказать, в лицо знает все экспонаты. Разносторонняя личность, кладезь информации, ценный сотрудник, замечательный друг и открытый человек. Именно о ней пойдет сегодня наш рассказ. Родилась Алла Викторовна в 1950 году в Волочаевке, еврейском автономном округе. Свидетельство о рождении, кстати, очень интересное. Вот можно показать, но поскольку это еврейская автономная область, то русские и еврейские языки. Да, очень интересно. И сейчас я не знаю, как там уже это делается. Тогда, видите, женщинам ведь не давали декретных отпусков. Если все нормально, две недели и пошел на работу. Поэтому вот в Волочаевке, как рассказывала мама, у меня была няня. Я младшая, она строит детей в семье, старший брат, сестра, к сожалению, тоже уже покойная. И я самая младшая. В Волочаевке они жили до 1952 года, когда семья переехала в поселок Архара Амурской области. Именно там прошла вся юность Аллы Сейсковой. Папин род учительский практически весь. По маминой линии, например, был дедушка-священник города Тима. Она сама родом из, ну тогда это была Курская губерния, из Старого Скола. Папа Донской казак, из Станицы Вешенская. И есть, правда, не зафиксированные свидетельства, что мы какие-то дальние родственники Шолохова. Вот мама из дворянского рода. И поэтому попали они на Дальний Восток уже после войны, в 46-м году. Училась Алла в железнодорожной школе. Окончила ее с золотой медалью. Мне учиться было во многом легко. Потому что, когда я пошла в первый класс, родители говорят, что я знала программу трех лет обучения. Единственное, боялись, что мне будет неинтересно. Ну, мне всегда было интересно учиться. И сейчас бы я еще поучилась, если надо было, или была бы такая возможность уже по этой специальности, по музейной. С удовольствием. Поэтому вот так. Единственное, мама говорит, что была у меня, как она считала, дурная память. А я спрашиваю, как дурная? Она говорит, ну стоило попросить прочесть один раз текст устного предмета, истории, например. И я им пересказывала почти слово в слово. После школы поступила в Благовещенское музыкальное училище. Выбор не случайен. Алла посещала в поселке музыкальную школу, которая образовалась на ее глазах. Приехала Елена Сергеевна Рубинштейн Селявина в девичестве к маме Вархару. Приехала, у них дома был инструмент. У нас в школе был старенький-старенький Красный Октябрь. Галининградская фабрика. Ненастроенный, ненастроенный. Вот. И она взяла 10 учеников. Меня в это число не включили, потому что была старшая сестра. Ну и взяли там других. И вот я, как мама говорит, настолько хотела заниматься музыкой, что, приходя из школы, ну никогда на голодный шел. Переодевалась и ровно час ревела, что меня не взяли на музыку. Начало было положено. Алла все-таки стала заниматься. Через два года школьникам повезло. В поселок приехали выпускники с музыкальным образованием открывать музыкальную школу. К нам приехали вот в эту, что называется, дыру на краю земли. Три выпускника Гнесинского училища открывать музыкальную школу. Две пианистки, один дирижер. Филипп Иванович. Дирижер, ну вот он у нас вел теоретические дисциплины. А вот родителям стало интересно. Они спросили, что можно ли, поскольку они занимались уже, какие-то программы играют. Можно ли не в первый класс, а может быть чуть повыше. Ну он, конечно, разозлился, как в какую-то деревню приехал, а тут уже кто-то что-то играет. Ну и в течение 15 минут родители посмотрели программы, что успели, то увидели. И мы поступали, вот нас четверо поступали во второй класс. Трое, в том числе и Лилечка. Они, значит, в третий класс по специальности. Но играли мы уже выше программ тех, которые второй и третий класс. А у нас же не было теоретических. Но эту грамоту мы выучили. Вот. И он сказал, значит, если вы за год не пройдете программу, мы занимались все вместе. Вот семь человек у нас вместе. Если вы не пройдете программу трех лет обучения, всех выгоню. Желание получить музыкальное образование было настолько сильно, что дети находили любую возможность выполнить условия педагога. Ни у кого нет инструментов. То есть мы ходили к шести утра заниматься в музыкальную школу. Если не было уборщицы, вахтера, то ключик лежал под, как в деревнях. Родители дежурили. Вот четверо играют пианистов, значит, всех потом по домам. Это в одиннадцать-двенадцать ночи. И все сначала с шести утра. Дальнейшее поступление в Благовещенское музыкальное училище уже никого не удивило. Получила специальность преподаватель историко-теоретических дисциплин и общая фортепиано. Следующей ступенью стал Институт искусств во Владивостоке. По специальности музыковед-преподаватель. Еще была аспирантура, после которой Алла Викторовна стала музыковедом-фольклористом. Помимо учебы, повышения уровня образования приходилось заниматься и совсем не музыкальной работой. Студенты ездили на поля на картошку, а позже трудились в стройотряде. Ехали, руки срывали. Мы-то еще как-то вроде музыковеды, но все равно фортепиано-то с детской музыкальной школы, с детства. Поэтому, когда мы приезжали из колхоза музыканты любой специальности, то у всех были вот такие руки. А надо готовиться к академическим. Надо разыгрывать руки, разрабатывать, вот все это убирать, которое пухшее, ссадины и прочее, прочее. То есть, конечно, это было серьезно, особенно для исполнителей. В стройотряде мы занимались отделочными работами. Нас учили перед первым стройотрядом в 1975 году на объектах Владивостока, как и что делать, но скажу вам, что, конечно, когда говорят, вот учеба, а потом начинаешь работать, конечно, все по-другому. Поэтому мы прошли, так сказать, мастер-классы городские, а это совсем другое. А первое, первый поселок, где мы были, это Пшеницыно, Чугуевский район, Приморский край. Первая встреча с Сахалином состоялась в 1977 году. Алла приехала в Южно-Сахалинск по распределению работать в музыкальном училище педагогом теоретического отделения. Три с небольшим года я там работала. Не хотелось уезжать, потому что у меня был курс, я была куратором курса, и много чего интересного, конечно, делали. А до этого приехали пять человек, тоже наши, из института, с разных отделений музыкального факультета. Ну, естественно, расписывали, рассказывали и так далее. Это юг, это лопухи по два метра в диаметре, папоротники выше человеческого роста. Мы до этого это читали, а когда вот воочию, потому что ходили с ребятами в походы выходного дня. Алла Викторовна Сискова – человек, который отдается любимому делу без остатка, будь то учеба, работа или иное занятие. Одним из увлечений, которое впоследствии переросло в дело всей жизни, стало изучение истории культуры народов Севера. Жизнь так повернулась. Я начала заниматься, собственно, начала я заниматься фольклором, этнографией народов Дальнего Востока, в том числе и Невхов, коренных малочисленных народов Севера, с училищной, пожалуй, скамьи. У нас так получилось, как рассказывают родители, да, Нанайка меня нянчила. И вот она, может быть, поэтому я потом к народам Севера. Родители говорят, что я родилась с копной огненно-рыжих волос, без бровей. Только вот когда ребенок орет, ревет, то такие красные волоски. И вот эта бабушка Нанайка, ну, по этому, как рассказывают родители, говорила, о-о-о, носа нет, рта нет, одна лиса, наша девка. Но серьезным увлечение культурой и традициями народов Севера стало только в 1971 году. Тогда Алла Викторовна отправилась в свою первую учебную экспедицию. Уже потом у нее были и самостоятельные, многочисленные экспедиции с большим количеством данных. Первая как бы самостоятельная экспедиция вот к Нивхам, вот здесь на Сахалине. Я была в экспедиции, это Нуглики, ну и вокруг Нуглик, то есть Нивская коса, Вене, село Вене. И, кстати, вот здесь мелькнет фотография деда Колка Ройфин, который, как он рассказывал, когда-то учил родному языку Санге Владимиру Михайловичу. А сюда я первый раз попала в экспедицию в Ахинский район в 1981 году. Сразу на Рыбновское побережье, потом мы встретились с Колоссовским Александром Семеновичем. Он уже тогда работал в отделе культуры, в агит-культ-бригаде и тоже занимался примерно этими же проблемами. Ну не только этнографией, но и археологией еще там. Вот. И мы так где-то на одинаковых примерно дорожках были. Но это вот экспедиция. Было интересно, но Алле Викторовне поступило заманчивое предложение. В 1980 году ее пригласили работать на кафедру в родной институт. Она согласилась и покинула островной регион. Там она проработала 11 лет. Однако изучение особенностей северных народов не оставила и продолжала отправляться в регулярные экспедиции. Собрала массу материала, работала, занималась исследованиями, готовилась защищать докторскую диссертацию. Но в 1991 году ее обокрали. Украли у меня 70 экспедиционных кассет, труд 10 лет. Я уже к тому времени давно, в 1985 году, закончила аспирантуру, сдала все кандидатские экзамены. Прошла предварительное обсуждение текста диссертации. Ну и на том, пока было закончено. Потому что, конечно, нагрузка на кафедре была очень большой. Молодых педагогов всегда нагружают сверх меры. Ну и мой руководитель, доктор наук, доктор искусствоведения, Зимцовская изоляция, всегда говорил, хватит, хватит писать, писать, защищаться. Хотя, конечно, прекрасно понимала, особенно, когда ездишь в экспедиции к коренным малочисленным народам, то, естественно, люди уходят. И я пыталась, то есть надо больше, больше, больше набрать, но вот, к сожалению, почти все ушло. Поэтому я все бросила и приехала сюда. Это был 1991 год. Почему сюда? Потому что Сахалин манил. Не особенностями природы, нет. Людьми. Представителями коренных малочисленных народов Севера, которые могли открыть новые факты в любимом деле Аллы Викторовны Сиськовой. Приехала в село Рыбное, работать заведующей сельским домом культуры. На Рыбновское побережье ее позвала хорошая знакомая Ольга Рязанцева, секретарь сельского совета. Поселок был такой живой. Много интересного. Ну и там еще проживали, мы их называем информанты, то есть вот люди, знающие традицию, фольклор, нивхи. И они, в общем, абсолютно нормально, мы с ними общались. Это моя работа продолжалась. В поселке Рыбное Алла жила недолго. Пришлось уехать по велению природы. 94-й год, ноябрь месяц. Мы, концерт подготовлен, выглажены костюмы. И между репетицией и выступлением там сколько-то остается времени. Вдруг небо нахмуривается. Я первый раз такое действительно там же море, залив, увидела, что она вот, вода вот такая вот, вот такая. Ну и все это хлынуло, то есть наводнение. Там очень серьезно все было. Ну потом, как оказалось, не стали практически ничего восстанавливать. Ни на рыбоучастке, ни там еще, там погиб скот и так далее, и тому подобное. И на самом берегу, где вот были кусты шиповника, предположим, как корова языком слезал. Тогда начальником отдела культуры была Ковалевич Людмила Борисовна. Было принято решение законсервировать сельский дом культуры. Ну и надо было куда-то деваться. Не хотелось как-то так быстро бросать все это. И Ольгу Афанасьевну, вот и других уже здесь были. И хорошие знакомые, друзья. Куда? Ну вот стали думать. Мне Людмила Борисовна говорит, вот научным сотрудником музея. Так Алла Викторовна Сеськова попала в музей города Ахим. В то время директором учреждения была Зоя Антоновна Зайцева. Наша героиня начинала с должности научного сотрудника. Работы много, времени на все не хватало. Основная, конечно, учетно-хроническая документация. То есть это прием на постоянное, на временное хранение, на выставки, на различные выставки, в том числе и предметы документальные, не только художественные, декоративно-прикладные и так далее. Вот обработка, то есть это не просто. Вот первое идет акт. Мы по акту принимаем предмет или коллекцию. Дальше идет так называемая вторая ступень учета. Осматривается предмет, решается, имеет он музейное значение или нет. Подготавливаются документы на фондово-закупочную комиссию, есть такая в музее. И когда вопрос решен, в какой фонд берется предмет или коллекция, тогда заполняется вся учетно-хроническая документация. Ну, первая это книга поступления, основная книга музея. Потом инвентарная книга, ставится номер на предмете и располагается по месту хранения. Были моменты, когда Алла Викторовна хотела поменять свою жизнь, вырваться из рутины, попробовать что-то новое. Когда Зоя Антонна уехала, я, кстати, тоже собиралась, я уезжала, вернулась в 97-м году, простояв на бирже во Владивостоке почти месяц. Ну, вот, спасибо Людмиле Борисовне, она меня вернула, Ковалевич. А с 18 ноября 1997 года Алла Викторовна исполняла обязанности руководителя, тогда еще филиала областного музея. В 2003-м на базе филиалов стали образовывать муниципальные учреждения, и Алла Викторовна согласилась занять должность директора Ахинского краеведческого музея. Музей менялся на глазах нашей героине. Она помнит, когда учреждение состояло всего из нескольких комнат в Доме пионеров, в одном экспонаты, в другом фонд. Когда я пришла, сейчас скажу, ну, было порядка 6 тысяч с чем-то основной фонд, и научно-вспомогательный там был тысячу с чем-то. То есть всего примерно 8. Сейчас скажу, сейчас общее количество предметов около 14 тысяч, около 10 тысяч основной фонд. Алла Викторовна дважды подвергалась ударам стихии. В Рыбном – наводнение, в Ахе – землетрясение 1995 года. Она хорошо помнит, как от подземных толчков двигалась мебель в музее. Там у нас сдвинулись, ну, как вот стеллажи были, и они просто к стенке придвинулись. В выставочном зале Марина Борисовна Зотова, она еще тогда работала, тоже немножко уходила, потом возвращалась. Вот они, да, но, как сказали, здание постройки 50-х годов, вот где у нас выставочный зал располагался, Леонид 32, там вот такого ничего. А здесь, я помню, когда мы подошли, то, значит, разбитые шары, разбитые, там были, типа, перил у нас, вот тут, на Советской 1, штупеньки вот эти и так далее и тому подобное. То есть, конечно, страшно. И люди, я помню, что мы-то на первом этаже, Ольге Афанасьевной, и то, так там сверху могло прихлопнуть, конечно. Ничего не понятно. Бегом, бегом, слышим, топочут все. То есть, это, конечно, страшно. Вот так две стихии, в общем, я попала здесь, вот две стихии. Глубокий след в памяти Аллы Сисковой оставил переезд музея в 2006 году из Дома пионеров в здание, где он находится и поныне. Я вам скажу, что это действительно, говорят, правильно. Переезд подобен пожару. Нам надо было демонтировать все экспозиции, собрать все это в кучу, перевести. Я не буду всего рассказывать по этому поводу. Как раз с выставочным залом оказалось проще. Там нам помогли предприниматели. Помогала Елена Александровна, она тогда была начальником, тогда еще отдел культуры у нас был, 2006 год. По-моему, или уже управление, но не важно. И просили солдат. А там их 10 или 12 человек. И они говорят, что двоих дадут, троих дадут, все, больше не могут. И демонтировали. Это вот посмотреть, это страшно. Значит, они берут эти ломы. Я говорю, это должно сохраниться. Ну, тогда они поаккуратнее. И работники аэропорта нам помогали. Ну, это вот по линии самой Елены Александровны. Муж работал в аэропорту и как-то там тоже договаривались. С машинами тоже, где только они договаривались. Но сотрудники музея готовы были решить все проблемы, лишь бы переехать в полноценное здание с помещениями под выставочные залы, а не ютиться в нескольких комнатушках. Сегодня Ахинский краеведческий музей – это полноценное учреждение, фонды которого регулярно пополняются. В этом деле активно помогают школьные музеи, предприятия и организации, жители города и сел округа, у которых нередко есть вещи, достойные занять свое место в коллекциях музея. Коллектив учреждения трепетно и щепетильно относится к своей работе. Марина Борисовна Зотова. У нее, кстати, стаж формальный в музее больше, чем у меня. Человек увлекающийся, многознающий. По 11 примерно лет работает Мария Васильевна Рудынская, Наталья Николаевна, уже, наверное, да, скоро 12 лет. Она у нас с октября 2003 года работает, Наталья Николаевна. Сначала тоже научным сотрудником, потом главным хранителем. С 2005-го уже главный хранитель. Вот Елена Алексеевна, раз до вас, с 2007-го года работает. Ну, пожалуй, там... Ну и, конечно, молодая поросль. Вот у нас Ирина Потуцкая. Сейчас она поступила в Хабаровский институт. Хотя начальное у нее профессиональное образование, это техникум наш. Ну, вот пришла к нам, заинтересовалась. То есть, и, как говорят, пока глаза горят, это замечательно. Я думаю, толк будет. Поэтому, ну, что-то по-другому будет. Алла Викторовна всю душу, все силы вкладывала в развитие музея. О нем наша героиня знает все и готова рассказывать об особенностях работы часами. Но, несмотря на полную отдачу музейному делу, Алла Викторовна не оставила свое увлечение этнографией. Не так может быть активно, но продолжается. И вот с общественными организациями я оказываю какую-то помощь. По сложившимся жизненным обстоятельствам, Алла Викторовна Сеськова вынуждена оставить должность директора Ахинского краеведческого музея и уехать с Сахалина. А накануне отъезда практически каждый день она приходила в родной музей. Помогала новому руководителю Татьяне Кандеровой, давала советы коллективу. Какой-то этап закончился, конечно, но начинается следующее. Расставаться, конечно, тяжело. Поэтому, ну, я и по делам прихожу, ну, и пока вот здесь, пока прихожу в музей. И пока прихожу, наверное, еще не остро чувствую вот это расставание. Хоть, да, уже вот и прошло 13-й, как бы, да, проводили и все, но тем не менее. Почувствую, наверное, более остро уже, когда буду не на острове. Сейчас Алла Викторовна Сеськова уже во Владивостоке, уехала к брату. Но, несомненно, ахинцы еще долго будут вспоминать яркого, интересного, знающего свое дело на отлично, директора Ахинского краеведческого музея Аллу Викторовну Сеськову. А она никогда не забудет Сахалин. Это мой дом, это моя жизнь, и здесь остается мое сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова